Покататься на трондоцикле и познакомиться со сказочным хайболитом можно в Северодонецкой галерее искусств. Туда свои новые работы привез мастер резьбы по дереву Леонид Терещенко. Скульптур 14 и все они дарят улыбку. На выставке побывала Анастасия Волкова. Добрый доктор хайболит. Так называется одна из работ северодонецкого мастера Леонида Терещенко. Автор специализируется на технике резьба по дереву и делает свои работы из сосны более 30 лет. Несколько подобных горе-врачей Леонида Терещенко возил на сорочинскую ярмарку. В отличие от предшественников, новый хайболит очень подвижный. Лечение у него бесплатное. Гофрированный шланг, такой, что уже не под водой, не выскользнет. Не знаю, чи лечение помогает, но людям улыбка дарит. И я думаю, каждый улыбка – это здоровье. Над каждой скульптурой мастер работает около недели. За год таких деревянных фигур выходит около 30. Работы автора есть в Польше, Германии, Израиле и Канаде. Одна из новых работ Леонида Терещенко в Северодонецкой галерее искусств – трехколесный мотоцикл. Автор его назвал «Трандоцикл-2016». Тоже квадроцикл на четырех колесах называть. Ну, а мы на трех, но я слово «три» и так его и назвал. Помимо этих работ у автора много маленьких скульптур. Детям они нравятся. Сладясь на них, загадывают свои желания. Мне больше всего понравился пенек, где можно садиться и загадать желания. Я уже третий раз это одно и то же загадываю. Пока не исполнилось? Нет. Буду ждать. Очень красивая работа. Видно, что человек старательный очень. Очень кропотливая работа и фантазия у человека есть. Леонид Терещенко мечтает сделать чертика на мотоцикле и установить его в Северодонецком сквере имени Гоголя. Анастасия Волкова, Николай Розниченко, ПУДИИ.